Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам про свои ноготки, точнее целую историю вам поведать, но сегодняшнее видео будет не полностью, а соответственно выйдет скоро вторая часть. Итак, левую руку я чуть-чуть покоцала, на правой вообще я в восторге от того, что как относилась акриловая пудра. Я теперь акриловую пудру правую и буду укреплять. Это очень просто, быстро, а главное удобно. С левой рукой я хочу еще походить, поэтому вот в процессе носки я ее вот так вот подпилила, оставила толстые торцы. И когда я спилила, думала, что мне будут эти толстые торцы просто мозолить глазам, мешать и так далее. Но ничего подобного, я нормально доходила. Но между этим у меня пришла посылка. Не просто так я долго ходила, я ее, конечно же, ждала и хочу вам ее показать. Сайты Fiori, вы знаете мое отношение к этим гель-лакам, я их обожаю, их текстуру, консистенцию. Много я вам про них поведала, рассказала свои ощущения. И сегодня хочу сделать выкраску новинок. Самое первое это оранжевая пастель, невероятный цвет. Вот просто сказочный, он причем довольно-таки плотный, два слоя все перекрыл. Заранее буду забегать вам вперед. Этот цвет я уже нанесла на ручки, сделал определенный дизайн. С дизайнами я намучилась, разучилась рисовать совершенно. И теперь мне надо вот садиться и просто тренироваться и тренироваться, потому что если раньше это получалось в легкую, то сейчас вообще не очень. Следующий цвет, ну это просто сказочный. Особенно для тех, кто любит вот такие вот оттенки. Они шиммерные, нежные, наносятся не очень плотно, но в этом их и сказка. Кстати, все ложатся одни, так как на ноготках. На ноготках намного лучше. И, конечно же, в дальнейшем я вам покажу, как именно он выглядит. И это у нас был номер 8. Целых 12 мл у меня этого оттенка. На лето, я думаю, точно хватит. Тем более розовый такой и нежный будет ходовым. Следующий цвет у нас номер 9. Это синий полупрозрачный. И если его нанести на черный цвет, он будет темнющий, синий, благородный и очень крутой. Если вот такими слоями, то три слоя надо будет. Но ногти будут смотреться великолепно. Я пробовала с белым стемпингом, просто супер. Следующий оттенок номер 10. И тут просто у меня снесло крышу. Как раз таки сегодня я и буду его наносить на ручки. Само выравнивается просто волшебно. Масляная консистенция моя самая любимая. Я честно скажу, когда наношу базу тонким слоем, выравниваю все это дело гейлаками и они прекрасно просыхают. Следующий оттенок номер 11. Такие цвета я люблю для педикюра. Как же они смотрятся летом на ножках, это просто супер. Не знаю почему, но на педикюре это просто идеальный оттенок. Вы не представляете. Если вы пробовали темные оттенки на своих ножках, то вы точно знаете, насколько это красиво, стильно и выигрышно смотрится. Оттенок номер 12. Точно такая же консистенция, как предыдущий. Но он более нежный, более нюдовый. Это тот вариант, когда надоели все бежевые оттенки и хочется чего-то новенького, этот отлично подойдет. У него розоватый подтон, он нежный, плотный, два слоя точно все перекроется. Следующий оттенок светлый серый. Это вообще сказка. У меня уже такой есть. На колпачке наклейка и я взяла в запас просто большой пузырек. Так как этот цвет девочкам очень сильно нравится. Особенно хорошо идет под серебристые блески любого размера, любого гранения. И все это сочетается великолепно. Скоро осень, скоро зима и он у меня будет самый ходовой. Пока что можно с этим цветом делать цветочки. Какие-то геометрические дизайны. А это оттенок номер 515. Я уже сделала маникюр. Видео сегодня не до конца. Конечно же покажу, что получилось. Я до сих пор в восторге. Я прям вообще смотрю на ногти и восторгаюсь этим оттенком. На какой его только не наноси, он будет смотреться великолепно. Он на прозрачной подложке просто с определенным отливом. У него белый отлив, серебристый, да и вообще на светлом он смотрится как золотистый. Я этот гель-лак могу назвать как опал. Если вы такую новинку не пробовали, то я иду к вам. Больше чем уверена, что если такой гель-лак появится в вашей палитре, он будет часто использоваться. Что в дизайнах, что полностью на все ноготочки, на какую-нибудь подложку. Что просто его нанести на прозрачную базу. На любой камуфлирующий гель он только будет его украшать. Ну и последний флакончик в этой палитре номер 1023. Это камуфлирующая база молочно-белого оттенка. Я сначала посмотрела, думаю, да она яркая, белая. Ничего подобного. Потом я поняла, что она действительно молочная и очень круто смотрится в дизайнах. А вам эти дизайны я покажу, конечно же, в следующих видео. Но сначала посмотрите, какие новинки на сайте Фиора появились. Они красивые, они яркие, они классные. Из них я уже попробовала три цвета, сразу не удержалась. Переделка ногтей моих будет, конечно же, частой. Потому что мне хочется все попробовать. Я уже сделала три маникюра на разных руках. Да, вы не знаете, на какой руке я сделала два. А вот угадайте, напишите в комментариях, на какой руке я соизволила за неделю сменить еще раз маникюр. Ну и про снятие я вам долго не буду. Каждый раз вам видео его показываю. И ничего нового рассказать, к сожалению, не могу. Если появится, обязательно расскажу. Кроме того, что я, когда снимаю гейн-лак, я сразу же опиливаю поверхность. И у меня она получается ровной и уже готовой к тому, чтобы я нанесла тонкий слой базы. Но моим ногтям все равно нужно укрепление, поэтому наношу я ее побольше. Хоть они у меня короткие, но все равно выглядят как плюшки. Вот этот малиновый гейн-лак просто восхитителен. Он, пускай не плотный в один слой, но в два слоя все идеально перекрывает. И я вам скажу, что даже в один слой можно нанести подравнивающим способом. И он отлично все вообще перекроет. Ну и так как я ленивый человек, решила я попробовать апельсиновой палочкой нарисовать цветы. В первый момент у меня получилось очень красиво. Вот скажите, зачем я это стерла? Вот сама на этот вопрос ответить не могу. Смотрите, как красиво и прикольно смотрелось. Добавь каких-нибудь веточек и все, достаточно. Но нет, я намочила эту апельсиновую палочку еще больше. Нафиячила очень много листиков. И вот сидела и думала, что с ними сделать. Нанесла базу, думаю, может быть блесток каких-нибудь добавить. Но нет, решила все-таки смешать этот же гейн-лак с белой камуфлирующей базой. И сделать еще лепестки цвета. Сначала эта идея казалась мне просто гениальной, так как ее быстро очень сделала с помощью апельсиновой палочки. Не надо возиться с кисточкой, ни с чем вообще. И в принципе этот дизайн у меня занял от силы 7 минут. Вместе с покрытием и вместе с топом. Но хочу вам рассказать о своих ошибках. Вместо того, что поставить вот так, сделать прорисовку и все, я начала какие-то непонятные заполнения гейн-лаком. Это называется просто «меня понесло» тонкой кисточкой, но вовремя я спохватилась. Только прорисовку оставила, которая, кстати, вообще была не нужна. И добавил лишние лепестки. Вот смотрите, если оставить 4-х листные цветы и сделать их несколько, добавить всякие зеленые лепесточки, то этого вполне достаточно, посмотрелось бы классно. И, конечно же, я ходила бы с этим маникюром очень долго. Но скажу вам заранее, что продолжение следует, так как я буду с вами еще делать правую руку. Ту самую нежную и классную. И покажу вам, как сочетается молочная база с поверх нанесенными блесками. Но пока что хожу вот с таким дизайном и радуюсь, потому что цвет мне очень сильно понравился. Я могу его вам со спокойной душой посоветовать. Он великолепный, замечательно самовравнивается. Никаких изъянов после себя не оставляет. И толпом перекрывать такое чудо, большое удовольствие. Ну и попрощаться я как бы не могу. Скоро этому видео будет продолжение. Ну и не сказать до свидания тоже не могу, потому что на сегодня это единственное видео. Поэтому просто пожелаю вам здоровых и красивых ноготочков. И, конечно же, чтобы у вас не было таких колебаний, как у меня с выбором дизайна. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok